Преступление в гангстерском духе расследуют в Следственном комитете по Кемеровской области. Подозреваемый до смерти избил свою бывшую жену и забетонировал тело в гараже. Во времена Аль Капоне, может быть, найти обвиняемого и не удалось. Но в 21 веке помогает раскрыть самые сложные уголовные дела умная техника. Несколько месяцев подозреваемый водил за нас следствие. Сначала он заставил искать якобы без вести пропавшую жену. Но когда уже Следственный комитет возбудил уголовные дела, мужчина разговаривался и признался, что он совершил преступление. Дескать, пришел просить развод, она не соглашалась и в приступе ярости убил. Очень большое значение имел психологический момент, потому что все-таки человек в первый раз совершал преступление, и его нужно было именно с ним разговаривать, чтобы он об этом рассказал. Но вся сложность заключалась в том, что он рассказал о факте им совершения преступления. Однако он умолчал о том, как действительно он совершил это преступление, каков был механизм причинения телесных повреждений потерпевшей. И также самое главное, о том месте, где он сокрыл тело потерпевшей. Подозреваемый выдвигал разные версии. То он спрятал тело на свалке, то утопил в реке. Однако поиски не давали результата, поэтому следователи решили более тщательно проверить дом и гараж. Чтобы сократить время, криминалисты применили георадар. Прибор сразу же показал, что под бетоном в гараже есть изменение почвы. Тяжелая техника в раскопках не помогла. Так что пришлось по старинке с помощью грубой силы и простых приспособлений вскрывать бетонный пол. На глубине 2,5 метра по толстым слоям щебня, грунта, арматуры и бетона было спрятано тело. Даже при перемещении много, он практически не меняется. А вот сейчас найдут метр. Он вообще по-другому показывает. Показывает еще больше полос. Соответственно, здесь изменение грунта. Для следствия было важно без вреда достать тело погибшей, чтобы точно установить причину смерти. Экспертиза показала, что муж забил потерпевшим молотком. У мужчины был свой бизнес, новая семья. А осталось уголовное дело, которое потянет до 15 лет лишения свободы. Надежда Сильна, Илья Лебедев, Вести Кузбасс. Сильна, Илья Лебедев, Вести Кузбасс. Сильна, Илья Лебедев, Вести Кузбасс.